Здорово, народ! С вами Джон, он же полусонный Зур312. Сегодня в этом ролике мы будем смотреть, где же наш любимый. Хотя мы не будем смотреть, в принципе. Известно, что Зур на башне теперь всегда, он еще отмечен значком специально. Ну, в общем, посмотрим, что у нас за карта в испытаниях Осириса, какая там пушка, что Зур притащил и так далее. После вашего лайка, подписки на канал, провести колокольчиков, поклонения по всем ссылочкам, в описании ролика для поддержки стримера. Вот, смотрим, что у нас на следующей неделе будет. На следующей неделе у нас Железное Знамя вернется в Горнила, и будет оно длиться аж две недели. Поэтому, кто захочет в испытаниях Осириса поиграть, у вас на этой неделе последняя возможность, на следующие две недели. Соответственно, с умышью на лете у нас будет Надзиратель Пустоты, в Горнилу у нас Хаос и Поединок, в плейлистах у нас Рейд Клятва Послушника, кому там захочется линейно-плазменную витопку пофармить. Подземелье у нас Расковутый Трон, задание у нас Предвестие, бонусные ранги у нас Горнила. Соответственно, летим сейчас смотреть, что у нас там за карта в испытаниях Осириса и что притащил Сейнт в качестве пушки. В общем, на этой неделе карта в испытаниях Осириса у нас Мультиплекс. Достаем винтовки разведчика, снайперки там, что кому больше нравится или не нравится, падает у нас подгнев Шайори. Столет-пулемет. Пан же своеобразное чувство юмора, запихивать карту на большую дальность, и с этой картой дропом делать пушку на ближнюю дистанцию. Молодцы, молодцы, что могу сказать. Ладно, пойдем смотреть, что там у Зура. Жизнь стража! Так, Зура у нас находится, как обычно, на башне, если кто не знает, вот здесь было местонахождение на карте. Вспоминаю, что у нас тут предельное количество странных монет 99, поэтому их надо ему сливать. Не важно на что, главное, чтобы они продолжали у вас копиться, потому что излишки не будут на почту улетать. Имеем в виду, собственно. Что он нам принес на этой неделе? Катализатор для полярного копья. Классно, берем, у кого не было. Катализатор для йотуна. Тоже у кого не было берем, не знаю зачем, но надо. Топутуны, экзотические ноги для охотника. Улучшает двойной прыжок, неприцельный огонь в воздухе, бег и скольжение. Это нам надо. Одни из стоповых экзотов на охотника. Берем. По ножу перегрин. Для титана ударом с плеча наносите повышенный урон. Это нам тоже нужен экзот. Правда статы здесь такие себе, у охотника получше. Ну и на варлока череп лютая хамкара. Для любителей новобомбы. Когда вы кого-то сверхнову убиваете, у вас происходит откат, так сказать. Сколько у меня некуда особо одевать странные монеты, то куплю энгром авангард. Почему его нет? У Зуру, кстати... Так, сейчас мы еще ксенологию у него возьмем. У Зуру, кстати, на прошлой неделе было небольшое ноу-хау. Да, вот покровительство девяти возьмем у него. Он начал приносить искусную броню. В принципе, ничего против не имею. Правда, на этой неделе он ее не принес, к сожалению. Но было здорово. Дайте еще. Так, что у нас тут еще дальше идет? По поводу пушек. Кукмун с глазом буря. В принципе, можно брать. Жалко, что прицел стул не на дальность. Из-за этого у него опять дальность 50. Ну, отличное управление отдачей. Хотя, стреловидный тормоз и так предполагаешь, что у него отдача будет 100. То есть, вертикальная, да? Но банджи решили, а почему бы нет? Давайте добьем. Ну да ладно. Можно приобрести. Ну, или подождать с первым выстрелом. Однако, этот ролл тоже неплохой. Дальше у нас Монте-Карло идет. Линза Прометея. Ну, Монте-Карло хороший автомат для того, чтобы себя спасунуть и ближний бой откатывать. Линза Прометея... Чувая винтовку. Уордклильская катушка в закрытых мероприятиях. В открытых мероприятиях хорошая. Что у нас тут дальше? 7 Серафимов. Пистолет-пулемет нет. Пистолет просто нет. Гадюка. Можно взять, попробовать. Солнечный пистолет-пулемет, кому надо. Год зажигания нет. Последним в своем роде снайперкам. Быстрые удары, отстрижающие оружие. Леп. Побегать. 7 Серафимов нет. У нас что? Заперты воспоминания. Ну, скорее, не о чем. Да, для ПВ-поя можно рассмотреть. Снатитель Коронск. Гадом ударов и контратак. Для Трансмога у нас рукавица заместительного сплава. Ммм, достаточно древний. Сет можно приобрести для Трансмога. Прикольно. Не, ну Зур экзотами порадовал, особенно топотатами. Ну и по ножнами перегрели на так. В принципе, стандартный набор принес. Ладно. Заглубляться. Спасибо всем за просмотр. Лайк, ставим комментарий, пишем на канал, подписываемся и его больше прожимаем, чтобы в нестательное время выходить на уходовался. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok